Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, как же обновили нам мустангов, куда подевались теннисийцы, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! К сожалению, летний лагерь уже как неделю уехал с ранчо Старщайна, но самая подходящая лошадь к данному ивенту прибыла к нам только сегодня. Это обновленные мустанги. Продаются они на ранчо Старщайна. Стоимость одной лошади 900 старкоинсов. Всего было добавлено в 8 мастей. Это две буланных, один вот такой темненький со светлыми корнями у гривы и хвоста, ну а также, если я не ошибаюсь, хлыстом по спине такая полосочка. Потом был добавлен еще чубарой. И, кстати, это очень классная масть, но, к сожалению, меня почему-то рябит от нее в глазах. Вороной с пятнышком на носу. Тоже очень классный получился. Вот такой вот пеги-красавец с двухцветной гривой и целиком темным хвостом. Такой вот серый с тигриными полосочками на ножках. Также имеет отметину на лбу и на втором боку. Вот такой вот чалый красавчик тоже нам был добавлен. Соловая масть. И еще один буланный. Он отличается тем, что гривы и хвост у него целиком темный, немножечко с рыжиночкой на концах. Нету хлыста на спине. Ну и более темненькие ножки и мордашка. Можете даже посмотреть, вот как они выглядят, как отличаются. Мне, если честно, вот этот светленький больше нравится. Куда же подевались теннисийцы, которые продавались на ранчо старщайно? А продаются теннисийцы теперь у нас Фергроу вместе с Морганами и кучеряшками с финскими лошадками. Вот здесь они и продаются. Их просто переместили. К сожалению, в новостях об этом не было ни одного слова сказанного. Но надеюсь, что теперь вы будете знать, где покупать данную прогулочную лошадь. Также я забыла сказать, что одного мустанга добавили Форд Пинта, как раз первого Буланова с холистиком по спине. Думаю, это сделано специально, чтобы любой желающий, даже не имеющий старайдера, смог купить себе некий аналог спирита. Ну а теперь давайте перейдем к старым поколениям мустангов. Теперь, как я хотела, можно было бы скупить второе поколение мустангов по сниженной цене. Но, к сожалению, пока это невозможно. Так как разработчики не стали снижать стоимость второго поколения. Более того, пока что оно даже дороже, чем обновленное. Это странно. На данный момент сейчас среда, девятое число. И почему-то они не снизили, в общем, цену на мустангов второго поколения. Я же надеюсь, что это временное недоразумение. И в ближайшем будущем все-таки ценник снизят до скидочной стоимости. Вот какая цена была во время скидки на мустангов, такая она и будет. Ну а если нет, придется ждать ярмарку, чтобы скупить всех стареньких мустангов за полцены. Предметы в стиле вестерн. Нам добавили еще больше вещей в вестернском стиле. И если на лошадей добавили нам всего лишь уздечки. Но вы посмотрите, какое многообразие. Коричневая кожа, черная кожа, белая кожа, даже бежевые оттенки есть. Есть некоторые серебряные, где-то золотые. В общем, выбор большой. Больше именно для лошадей вроде бы ничего не добавили. А вот на персонажа добавили целый каталог. Нам добавили несколько цветовых гамм. Шляп, перчаток и сапог. В общем, такие трио комплекты. Они разных цветов, немножечко отличающиеся по стилю. И у меня вопрос, почему нельзя было их опять же добавить во время летнего лагера вестерн? Это же было бы очень крутым дополнением. Я, если честно, теперь даже и не знаю, какие шляпы и сапоги купить. Так как раньше я не особо любила вестернские сапоги. Они у меня, правда, были. Но носила я их редко. То вот эти новые модельки мне прям понравились очень-очень сильно. Прям выглядят классно, достойно. И не выпирают слишком сильно, как предыдущие модельки. Ну а уж вот в эти шляпы я точно влюбилась. Наверняка куплю несколько. Ну а также нам в магазин добавили практически бесплатные вариации одежды при создании персонажа. Точнее, самый первый сет, который получают абсолютно все игроки при создании персонажа после его обновления до третьего поколения. Это вот такой вот шлем, футболка, штанишки, сапожки и перчатки. Вот такой полный сет. Каждый предмет из этого комплекта стоит один шиллинг и не дает характеристик. Это чисто формальность, чисто внешка. Я, если честно, планирую весь этот комплект купить, потому что смотрится он хорошо. И цвет, согласитесь, очень редкий для игры и очень приятный. Ну а на этом обновление подошло к концу. На следующей неделе нам добавляют новую гонку для любителей конкура в Дундуле. Посмотрим, что же там будет. Ну а также еще проще будет передвигаться по форту Мария. Вот это очень, кстати, интересно. Возможно, нам наконец-то разрешат использовать телепортироваться ко входу. Я лично мечтаю об этой функции, потому что бегать из самых низов библиотеки к ее выходу это та еще развлекалка похлещая Хогвартс Легаси. Вот на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам новые ковбойские вещички, уздечки, как вам мустанги, приобрели ли вы себе новую обновленную версию данной породы в конюшню. Я лично думаю над этим. И чуть позже в отдельном видео о покупке, покупка будет только на другой аккаунт, я объясню, почему же я не тороплюсь покупать данную лошадь на основной аккаунт. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И на самом деле мустанги классные, но есть там одна проблемка с их аллюрами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!